Девушка, не надо ломиться. Откройте дверь. Не обязаны вас пускать на территорию. На каком основании-то? Этот зоопарк, похоже, не для посетителей. О нем казанцы узнали из соцсетей. Защитников животных привлекли вот эти кадры с лошадью Леней. Рана на морде, непонятная жидкость изо рта. У него по ноге стекала кровь вместе с гноем. Все это замерзло, и сверху была повязка тоже насквозь пропитанная гноем и кровью. Плюс у него еще очень сильно отвисла губа, и оттуда тоже очень сильно гноит. Вот девушки кричат, орут, что у него гной течет. Зажившая, срубцевавшаяся все. Это просто уже кожа отходит потихоньку все. Эти раны появились, когда животное поразил инфаркт. Так сегодня объяснила владелица животных Лариса Гаранина. Сейчас у нее три лошади, одна временно на передержке, три пони, коза. И это не считая собаки и птиц. Все в стойлах. В пару метрах новомотные постройки, но именно здесь, в заброшенном частном секторе, по словам зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях. Помимо этого, на них еще и зарабатывают деньги. О том, что эти животные приносили когда-то радость, казанцам указывают вот эти вот сани. У меня ИП есть. То есть в государственной терминарной клинике я состою на учете. Расчлененный олень, который якобы пошел на корм собакам. Вот эти фотографии заставили зоозащитников вызвать полицию на улицу Кемеровскую. Она сама призналась при отделе полиции, что она ему перерезала горло. От того, что ей невыгодно было держать его. У них истерика. Что кур? Что кур мы не режем, не кушаем их? Кроликов мы что не режем, не кушаем? Чем отличается? А лошадей что не кушаем? Сейчас зоозащитники планируют обратиться в главное ветеринарное управление. Зоозащитники к нам не обращались. Должны обратиться. Правление совместное комиссионное обследование провести. У инспекторов зоопарка на контроле. Животные были привиты. Для внеочередной проверки нужно заявление. Альбина Менебаева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин